Далее новости спорта в студии Дмитрий Варановнен, физкульт-привет. Вновь есть чем поздравить наших ушуистов, воспитанников Ижевской школы единоборств. На международных соревнованиях Home Fighter, которые прошли в онлайн формате, они завоевали 11 наград. Три из них золотые, они на счету Линара Багаудинова, Вероники Миклюковой и Александра Глебова. Добавим, заявились на этот старт 22 команды. Сила, опыт, обаяние – все это олицетворяет Максим Чернышев, член сборной страны по боксу, победитель многих российских и международных стартов. Сейчас он вновь готовится к важному и крупному старту. Вечеру бокса в Москве он пройдет 4 июля. Мы побывали на одной из тренировок чемпиона. В расписании тренировки по три раза в день. Времени до старта осталось не так и много. На профессиональный бой в Москве с боксером из Армении Давидом Аганесяном Максим настраивается серьезно. Смотрит бои соперника, ищет его слабые места. Ему 28 лет, у него 13 боев, 8 он из них выиграл. Но опытный, очень крепкий, высокий соперник. С характером, терпящий все удары. То есть для меня это будет такой экзамен, проверка. То есть это у меня второй бой, и мне предложили этот бой, и я согласился. Профессиональный бокс отличается от любительского и разительно. Другой формат там, 6 раундов, перчатки другие. То есть немножечко правила чуть-чуть изменены. Боксируешь ты топ-лес, у тебя перчатки другие, говорил, тейпировка, количество раундов. И можно где-то повозиться, можно где-то в ближней дистанции, силовые удары. Ну, в общем, вот в таком формате. Это другой бокс, это, как говорится, это как бег на короткие длинные дистанции. Так что здесь это у нас дистанция подлиннее, правила чуть-чуть другие, более такие, подпрофессиональные идут. Поэтому, ну, мы готовились. Несмотря на пандемию, несмотря на всю вот эту вот ситуацию, мы готовились, мы тренировались. Мы бегали в лесу, бегали в парках. То есть это своя подготовка специфичная была. Конечно, никогда не угадаешь, как может пойти поединок, говорит Максим. Он пытается ставить себя в максимальные условия того, что будет происходить на ринге. Ижевчанин уверен, выложится в Москве по максимуму и постарается одержать победу. Бой у Чернышева запланирован на 4 июля. Теперь к другим темам. В августе в Ижевске планируют провести чемпионат Удмуртии по стрельбе из лука. На 18-метровую дистанцию выйдут сильнейшие спортсмены республики. Лучники уже начали подготовку к этому старту. Об особенностях тренировочного процесса сейчас расскажет Светлана Буланова. Прицеливание. Выстрел. Савелий Свешников – один из лидеров сборной Удмуртии. На региональном чемпионате в 2019 году запросто обошел взрослых конкурентов и стал чемпионом республики. У Савелия лук блочный, считается навороченной снайперской винтовкой. Самой точной, быстрой и технически сложной. Во-первых, мне это с детства очень нравится. Вот именно вот такие вот вещи. Потому что, во-первых, для меня стрельба из лука – это чтобы в большей части успокоиться где-то. Где-то собраться с мыслями. Чтобы настроиться именно на стрельбу и ни на что не отвлекаться. Тренировочный процесс у лучников сейчас проходит на свежем воздухе. Стрелять и попадать в цель становится сложнее из-за ветра. Но такие условия лишь помогают стрелкам оттачивать технику этого олимпийского вида спорта. Опять же, расстояние по-разному воспринимается стрелками. Или в помещении, когда стойка стоит почти у стены. Или когда за стойкой уже ничего нет, то есть прицел сбивается. Вот. Но в основном это ветер. То есть надо спортсмену научиться учитывать порывы ветра. Целимся мы через прицел. Ну, именно классики. Вот эта красная точка, она должна соединяться с желтеньким кружочком на мишеньке. Вот. И целишься. Если ветер, получается, например, туда дует, влево. И ты чуть-чуть делаешь вправо, вынос немножечко. Татьяна Шитова – будущая медсестра. Учится в медицинском колледже. В секцию пришла три года назад, увидев фильм про лучников. Сегодня Татьяна – лидер сборной, обладательница Кубка Удмуртии. Много, кстати, и новичков. Только в юне ряды лучников пополнились десятком стрелков. Пальцы новичков пока что не привыкли к луку. Потому и обматывают они их лейкопластырем. Но через пару тренировок привыкнут. Главное, что на рубеже новичкам есть на кого держать оравнение. Здесь 10, 9, 8 – тоже почти уровень КМС. Спортивная форма поддерживается. Ну а ближайший старт – чемпионат Удмуртии. Запланирован у лучников пока на август. Еще раз напомним, что 80 одаренных детей стали обладателями грантов главы Ижевска. В их числе и юный дартсмен Егор Митрюков. Пятикратный победитель первенства России, участник мирового форума в Румынии. На днях он в составе сборной страны стал победителем международного матча «Россия-Иран». Так что премию Егор получил вполне заслуженно. И поделится он ею со своими родителями. Хорошего сына вырастили Анастасия и Дмитрий Митрюковы. Выиграл я. Грант сам удивился, как выиграл я. Ну да, были эмоции, что я выиграл его. Очень сильное, веселое, позитивное. Ну, все. А на что потратишь, если не секрет, свои денежки? На родителей. Подарки? На одежды, да. Торжественная церемония вручения сертификатов о присуждении грантов в связи с пандемией запланирована пока на сентябрь. Все поощрительные выплаты обладатели грантов получат до 1 июля. Это были все новости спорта на сегодня. С вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин